Глава вторая. Будеевицкий анабасис швейка. Ксенофонд, античный полководец, прошел всю Малую Азию, побывал бог весть в каких еще местах и обходился без географической карты. Древние готы совершали свои набеги, также не зная топографии. Без устали продвигаться вперед, бесстрашно идти незнакомыми краями, быть постоянно окруженным неприятелем, который ждет первоудобного случая, чтобы свернуть тебе шею, вот что называется анабасисом. У кого голова на плечах, как у ксенофонта, или как у разбойников различных племен, которые пришли в Европу, бог знает откуда, с берегов не то Каспийского, не то Азовского морей, тот совершает в походе прямо чудеса. Римские легионы Цезаря, забравшись, опять-таки без всяких географических карт. Далеко на север к Гальскому морю решили вернуться в Рим другой дорогой, чтобы еще попытать счастье и благополучно прибыли в Рим. Наверное, именно с той поры пошла поговорка, что все дороги ведут в Рим. Точно так же все дороги ведут и в чешские будиевицы. Бравый солдат Швейк был в этом глубоко убежден, когда вместо будиевицких краев увидел Милевскую деревушку. И не меняя направление, он зашагал дальше, ибо никакое Милевска не может помешать бравому солдату добраться до чешских будиевиц. Таким образом, через некоторое время Швейк очутился в районе Кветова на западе от Милевска. Он исчерпал уже весь свой запас солдатских походных песен, и, подходя к Кветову, был вынужден повторить свой репертуар сначала. Когда в поход мы отправлялись, слезами девки заливались. По дороге из Кветова во Враж, которая идет все время на запад, со Швейком заговорила старушка, возвращавшаяся из костела домой. — Добрый день, служивый! Куда путь держите? — Иду я, матушка, в полк в Будиевице, на войну эту самую! — Батюшки! — Да вы не туда идете, солдатик! — испугалась бабушка. — Вам эдак туда не в жизни попасть. Дорога-то ведет через Враж, примохонька на Клатовы. — Я полагаю, человек с головой из Клатов попадет в Будиевице! — почтительно ответил Швейк. — Правда, прогулка немаленькая, особенно для человека, который торопится в свой полк и побаивается, как бы, несмотря на все его старания явиться в срок, у него не вышло неприятности. — Ты был у нас тоже один такой озорной! — вздохнула бабушка. — Звали его Тонечек Машек. Вышло ему ехать в плызень, в ополчение. Племянницы он моей сродни. — Да. — Ну, поехал, значит. А через неделю уже его жандармы разыскивали. До полка, выходит, не доехал. А еще через неделю объявился у нас, в простой одежде, не военной. В отпуск, дескать, приехал. Староста за жандармами. А те его из отпуска-то потянули. Уж и письмецо от него с фронта получили, что раненый одной ноги нет. Старуха жалостливо посмотрела на Швейка. — В том вон лесочке, пока служивой посидите, я картофельную похлебку принесу. Погрейтесь. Избу-то нашу отсюда видать. Аккурат за лесочком направо. Через нашу деревню лучше не ходите. Жандармы у нас все равно, как стрижи шныряют. Прямо из лесочка идите на мальчин. — Чижева, солдатик, обойдите стороной. Жандармы там живодеры, дезертиров ловят. Идите прямо лесом на седлиц у гора ждевиц. Там жандарм хороший. Пропустят через деревню любого. Бумаги-то есть? — Нету, матушка. — Тогда и туда не ходите. Идите лучше через Радомышль. Только смотрите, старайтесь попасть туда к вечеру. Жандармы в трактире сидеть будут. Там, на нижней улице, за Флорианом домик снизу выкрашен в синий цвет. За Флорианом, то есть за статуей святого Флориана, считалось, что святой Флориан защищает от пожаров. Во многих чешских селах стояли его статуи, которые изображали этого святого, заливающим пожар водой. Спросите хозяина Мелихарка. Брат он мне. Поклонитесь ему от меня, а он вам расскажет, как пройти в эти будьевицы. Швейк ждал в лесочке больше получаса. Потом он грел с похлебкой, которую бедная старушка принесла в горшке, закутанном в подушку, чтобы не остыло. А старуха тем временем вытащила из узелка краюшку хлеба и кусок сала, засунула все это швейку в карманы, перекрестила его и сказала, что у нее в будьевицах два внука. Потом она еще раз подробно повторила, через какие деревни ему идти, а какие обогнуть. Наконец вынула из кармана кофты крону и дала ее швейку, чтобы он купил себе в мальчине водки на дорогу, потому что оттуда до радомышля кусок изрядный. По совету старухи, Швейк пошел, минуя Чижева в радомышль, на восток, решив, что должен попасть в будьевицы с какой угодно стороны света. Из мальчина попутчиком у него оказался старик-гармонист. Швейк подцепил его в трактире, когда покупал себе водку перед тем, как отправиться в далекий путь на радомышль. Гармонист принял Швейка за дезертира и посоветовал ему идти вместе с ним в горождеовицы. Там живет его дочка, у которой муж тоже дезертир. Гармонист, по всей видимости, в мальче не хватил лишнего. — Мужа она вот уже два месяца в хлеву прячет, и тебя спрячет тоже, — уговаривал он Швейк. — Просидеть там до конца войны, вдвоем не скучно будет. Когда Швейк вежливо отклонил предложение гармониста, тот разозлился и пошел налево полями, пригрозив Швейку, что идет в Чижева доносить на него жандармам. Вечером Швейк пришел в радомышль. На нижней улице за Флорианом он нашел хозяина Мелехарка. Швейк передал ему поклон от сестры, но это не произвело на хозяина Мелехарка ни малейшего впечатления. Он все время требовал, чтобы Швейк предъявил документы. Это был явно предубежденный человек. Он только и говорил, что о разбойниках, бродягах и ворах, которые шатаются по всему Писицкому краю. — Удирают с военной службы. Воевать-то им не хочется, вот и носятся по всему свету. Где что плохо лежит, стащат, — выразительно говорил он, смотря Швейку в глаза. — И каждый строит из себя такого невинного, словно до пяти считать не умеет. — Правда, глаза колет, — прибавил он, видя, что Швейк встает с лавки. — Будь у человека совесть чиста, он остался бы сидеть и показал бы свои документы. А если у него их нет... — Будь здоров, дедушка. — Будь здоров. Ищите кого поглупее. И Швейк уже шагал где-то во тьме, а дед все не переставал ворчать. Идет, дескать, в Будеевицы, в полк, это истаборота. А сам Шаромыжник сперва в Горождевицы, а оттуда только в Писок. Да ведь это кругосветное путешествие. Швейк шел всю ночь напролет и только возле Путима нашел в поле сток. Он отгреб себе соломы и вдруг над самой своей головой услышал голос. — Какого полка? — Куда бог несет? — Девяносто первого. Иду в Будеевицы. — А счет там не видал? — У меня там обер-лейтенант. — Было слышно, что рядом засмеялись. И не один человек, а трое. Когда смех стих, Швейк спросил, какого они полка. Оказалось, что двое тридцать пятого, а один артиллерист тоже из Будеевицы. Ребята из тридцать пятого удрали из маршевого батальона перед отправкой на фронт около месяца тому назад, а артиллерист в бегах с самой мобилизацией. Сам он был крестьянин из Путима, исток принадлежал ему. Он всегда ночевал здесь, а вчера нашел в лесу тех двоих и взял их к себе. Все трое рассчитывали, что война через месяц-два кончится. Они были уверены, что русские уже прошли Будапешт и занимают Моравию. В Путиме все об этом говорили. Завтра утром перед рассветом мать артиллериста принесет поесть, а потом ребята из тридцать пятого тронутся в путь на Страканицы, у одного из них там тетка, а у тетки есть в горах за Сушицей знакомый, а у знакомого лесопилка, где можно спрятаться. — Эй, ты, с девяностого первого, если хочешь, идем с нами, — предложили они Швейку. — На! Ты на своего обер-лейтенанта! — Нет, это так просто не делается, — ответил Швейк и зарылся глубоко в солому. Когда он проснулся, никого уже не было. Кто-то, очевидно, артиллерист, положил к ногам Швейка краюху хлеба на дорогу. Швейк пошел лесами. Недалеко от Штекна он повстречался со старым бродягой, который приветствовал его как доброго приятеля глотком водки. — В этой одежи не ходи. — Как бы тебя твоя обмундировка не подвела, — поучал бродяга Швейка. — Нынче повсюду полно жандармов, и побираться в таком виде не годится. Нас теперь жандармы не ловят. Теперь взялись за вашего брата. Вас только и ищут, — повторил он с такой уверенностью, что Швейк решил лучше не заикаться о девяносто первом полке. Пусть принимает его за кого хочет. Зачем разрушать иллюзию славному старику? — Куда теперь метишь? — спросил бродяга, немного погодя, когда оба закурили трубки и, не торопясь, огибали деревню. — В Бодиевице. — Цариц небесная! — испугался нищий. — Да тебя там в один момент сгребут, и дыхнуть не успеешь. Штатскую одежу тебе надо. До порвания придется тебе сделаться хромым. — Ну, да не бойся. Пойдем через страканицы, волонь и дуб, и никакой черт нам не помешает раздобыть штатскую одежонку. В страканицах много еще честных дураков, которые, случаются, не запирают на ночь дверей. А днем там вообще никто не запирает. Пойдешь к мужичку поболтать, вот тебе и штатская одежда. — Да много ли тебе нужно? Сапоги есть. — Так что-нибудь только на себя накинуть. — Шинель старая? — Старая. — Ну, ее можно оставить. В деревнях ходят в шинелях. Нужны еще штаны да пиджачишка. — Когда раздобудем штатскую одежду, твои штаны и гимнастерку можно будет продать еврею Герману в воднинах. Он скупает казенные вещи, а потом продает их по деревням. Сегодня пойдем в страканицы. Отсюда часа четыре ходу до старой шварцбенгерской овчарни. Развивал он свой план. Там у меня пастух знакомый, старичок один. Переночуем у него, а утром тронемся в страканицы и свистнем где-нибудь штатское. В овчарне Швейк познакомился с симпатичным старичком, который помнил еще рассказы своего деда о французских походах. Пастух был на двадцать лет старше старого бродяги, и поэтому называл его, как и Швейка, паренек. — Так-то, ребята, — стал рассказывать дед, когда все уселись вокруг печки, в которой варилась картошка в мундире. В те поры дед мой, как вот твой солдат, тоже дезертировал. Но в воднинах его поймали, да так высекли, что с задницы только клочья летели. А ему еще повезло. А вот сын Яриша, дед старого Яриша, сторожа рыбного садка из ражец, ну что около противина, был расстрелян в писике за побег. А перед расстрелом прогнали его сквозь строй и вкатили шестьсот ударов палками, так что смерть была ему только облегчением и искуплением. — А ты когда удрал? — обратился он со слезами на глазах к Швейку. — После мобилизации, когда нас отвели в казармы? — ответил Швейк, поняв, что честь мундира перед старым пастухом ронять нельзя. — Перелез через стену, что ли? — с любопытством спросил пастух, очевидно вспоминая рассказ своего деда, как тот лазил через казарменные стены. — Иначе нельзя было, дедушка. Стража была сильная и стрелял, небось. — Стрелял, дедушка. — А куда теперь направляешься? — Да вот с ума спятил, тянет его в будейовице, и все тут, — ответил за Швейка-бродяга. — Ну, ясно, человек молодой, без ума, без разума, так и лезет на рожон. Придется мне его взять в учение. Свистнем, какую не наесть одежонку, а там все пойдет, как по маслу. До весны как-нибудь прошатаемся, а весной наймемся к крестьянам работать. В этом году люди нужны будут голод. Говорят, всех бродяг сгонят на полевые работы. Я думаю, лучше пойти добровольно. Людей, говорят, теперь мало будет, перебьют всех. — Думаешь, в этом году не кончится? — спросил пастух. — Твоя правда, парень. Долгие войны уже бывали. Наполеоновская. Потом, как нам рассказывали шведские войны, семилетние войны, и люди сами эти войны заслужили. И по делам Господь Бог не мог больше видеть того, как все возгордились. Уж баранина стала им не по вкусу, уж и ее, вишь-то, не хотят жрать. Прежде ко мне чуть ли не толпами ходили, чтобы я им из-под полы продал барашка. А последние годы подавая им только свинину да птицу, да все на масле да на сале, вот Бог-то и прогневался на гордыню ихню непомерную. А вот когда опять будут варить лебеду, как в Наполеоновскую войну, они придут в разум. А наши бары, так те прямо с зыру бесится. Старый князь Шварценберг ездил только в Шарабане, а молодой князь Сопляк все кругом своим автомобилем провонял. — Погоди, Господь Бог уже намажет тебе харю бензином. В горшке с картошкой булькала вода. Старый пастух, помолчав, пророчески изрек. — А войну эту не выиграет наш государь-император. Какой у народа может быть военный дух, когда государь не короновался? Когда государь не короновался, при вступлении на престол императоры Австро-Венгрии одновременно короновались и как короли Чехии, что символизировало некоторую самостоятельность этой страны. Франц Иосиф I также торжественно обещал короноваться чешским королем, но обещания не исполнил. — Как говорит учитель истраконец, пусть теперь втирает очки кому хочет. Уж если ты, старая каналья, обещал короноваться, то держи слово. — Может быть, он это теперь как-нибудь обстряпает? — заметил бродяг. — Теперь, паренек, всем и каждому на это начхать! — разгорячился пастух. — Посмотри на мужиков, когда сойдутся внизу в скочицах. У любого кто-нибудь да на войне. Ты бы послушал, как они говорят. После войны, дескать, наступит свобода, не будет ни императорских дворов, ни самих императоров, и у князей отберут имение. Тамошнего Корженку за такие речи уже сгребли жандармы. Не подстрекай, дескать. — Да что там? — Нынче жандармы что хотят, то и делают. — Да и раньше так было, — сказал бродяга. — Помню, вкладно служил жандармский ротмистер Роттер. Загорелось ему разводить этих, как их там, полицейских собак волчьей породы, которые все вам могут выследить, когда их обучат. И развел он этих самых собачьих воспитанников полну задницу. Специально для собак выстроил домик. Жили они там, что графские дети. Да и придумал ротмистер обучать их на нас, бедных странниках. Ну, дал приказ по всей Кладнинской округе, чтобы жандармы сгоняли бродяг и отправляли их прямо к нему. Узнав об этом, пустился я из лан наутек. Забираю поглубже лесом. Да куда там? Да рощи куда метил. Не дошел, как уж меня сгробастали, и повели их господину ротмистру. Родненькие мои, вы себе представить не можете, что я вытерпел с этими собаками. Сначала дали меня этим собакам обнюхать. Потом велели мне влезть по лесенке. И когда я уже был почти наверху, пустили следом одну зверюгу. А она, бестия, сволокла меня с лестницы наземь. А потом влезла на меня и начала рычать и скалить зубы над самым моим носом. Потом эту гадину отвели, а мне сказали, чтобы я спрятался куда хочу. Направился я к долине Качика, в лес, и спрятался во враге. И полчаса не прошло, как прибежали два волкодава и повалили меня на землю. А пока один держал меня за горло, другой побежал вкладно. Через час пришел сам пан-ротмистр с жандармами, отозвал собаку, а мне дал пятерку и позволил целых два дня собирать милостыню в Кладненской округе. Черт, а с два! Я опустился прямо к Берунковскому району, словно у меня под ногами горело, и больше вкладно ни ногой. Вся наша братва этих мест избегала, потому что ротмистр над всеми производил свои опты. Чертовски любил он этих собак. По жандармским отделениям рассказывали, что если ротмистр делает ревизию и увидит, где волкодава, то уж не инспектирует, а на радостях весь день хлещет с вахмистром водку. И пока пастух сливал с картошки воду и наливал в общую миску кислого овечьего молока, Бородяга продолжал вспоминать, как жандармы свою власть показывали. В Липнице жандармский вахмистр жил под самым замком, квартировал прямо в жандармском отделении. Липнице, в этом небольшом городе на юго-востоке Чехии, провел последние годы жизни Ярослав Гашек. Здесь он во время своей болезни диктовал роман «Похождение бравого солдата Швейка». В Липнице Гашек и похоронен. А я, старый дурак, думал, что жандармское отделение всегда должно стоять на видном месте, на площади или где-нибудь в этом роде, а никак не в глухом переулке. Обхожу я раз дома на окраине. На вывески-то не смотришь? Ну, дом за домом, так идешь. Наконец, в одном доме отворяю я дверь на втором этаже и докладываю о себе. Подайте, Христа, ради убогому страннику. Светы мои, ноги у меня отнялись. Гляжу, жандармский участок, вдоль стены винтовки, на столе распятие, на шкафу реестры. Государь-император над столом прямо на меня уставился, я и пикнуть не успел, а вахмистр подскочил ко мне, да как даст по морде. Полетел я со всех лестниц, так и не останавливался до самых кейжлиц. Вот, брат, какие у жандармов права! Все занялись едой и скоро разлеглись в натопленной избушке на лавках спать. Среди ночи Швейк встал, тихо оделся и вышел. На востоке всходил месяц, и при его бледном свете Швейк зашагал на восток, повторяя про себя. Не может этого быть, чтобы я не попал в Будиевицы. Выйдя из леса, Швейк увидел справа какой-то город и поэтому повернул на север, потом опять на юг и опять вышел к какому-то городу. Это были воднины. Швейк ловко обошел его стороной, лугами, и впервые лучи солнца приветствовали его на покрытых снегом склонах гор неподалеку от Противина. Вперед, — скомандовал сам себе бравый солдат Швейк, — долг зовет, я должен попасть в Будиевицы. Но по несчастной случайности, вместо того, чтобы идти от Противина на юг к Будиевицам, стопы Швейка направились на север, к Писыку. К полудню перед ним открылась деревушка, спускаясь с холма, Швейк подумал, — так дальше дело не пойдет. Спрошу-ка я, как пройти к Будиевицам. Входя в деревню, Швейк очень удивился, увидев на столбе около крайней избы надпись «Село Путин». — Вот те на, — вздохнул Швейк. — Опять Путин? Ведь я здесь в стогу ночевал. Дальше он уже ничему не удивлялся. Из-за пруда, из-за крашеного в белый цвет домика, на котором красовалась курица, так называли кое-где государственного орла, вышел жандарм, словно паук, проверяющий свою паутину. Жандарм вплотную подошел к Швейку и спросил только «Куда?» — В Будиевице, в свой полк. Жандарм саркастически усмехнулся. — Ведь вы идете из Будиевиц. Будиевицы-то ваши позади вас остались. И потащил Швейка в жандармское отделение. Путинский жандармский вахмистр был известен по всей округе тем, что действовал быстро и тактично. Он никогда не ругал задержанных или арестованных, но подвергал их такому искусному перекрестному допросу, что и невинный бы сознался. Для этой цели он приспособил двух жандармов, и перекрестный допрос сопровождался всегда усмешками всего жандармского персонала. — Криминалистика — это искусство быть хитрым и вместе с тем ласковым, — говаривал своим подчиненным вахмистр. — Орать на кого бы то ни было — дело пустое. С обвиняемыми и подозреваемыми нужно обращаться деликатно и тонко, но вместе с тем стараться утопить их в потоке вопросов. — Добро пожаловать, солдатик! — приветствовал жандармский вахмистр Швейка. — Присаживайтесь. С дороги-то устали, небось? — Расскажите, куда путь держите? — Швейк повторил, что идет в чешские будиевицы в свой полк. — Вы, очевидно, сбились с пути, — улыбаясь, заметил вахмистр. — Дело в том, что вы идете из чешских будиевиц, и я легко могу вам это доказать. Над вами висит карта Чехии. Взгляните. На юг от нас лежит противен, южнее противена — глубокая, а еще южнее — чешские будиевицы. — Стало быть, вы идете не в будиевицы, а из будиевиц. Вахмистр приветливо посмотрел на Швейка. Тот спокойно и с достоинством ответил. — А все-таки я иду в будиевицы. Это прозвучало сильнее, чем «а все-таки она вертится», потому что Галилей без сомнения произнес свою фразу в состоянии сильной запальчивости. — Знаете, что, солдатик, все так же ласково сказал Швейку вахмистр, должен вас предупредить. Да вы и сами в конце концов придете к этому заключению, что всякое запирательство затрудняет чистосердечное признание. — Вы, безусловно, правы, — сказал Швейк. — Всякое запирательство затрудняет чистосердечное признание, и наоборот. — Вот вы уже сами, солдатик, начинаете со мною соглашаться. — Расскажите откровенно, откуда вы вышли, когда направились в ваши будиевицы? — Говорю «ваши», потому что, по-видимому, существуют еще какие-то будиевицы, которые лежат где-то к северу от Путима и до сих пор не занесены ни на одну карту. — Я вышел из табора. — А что вы делали в таборе? — Ждал поезда на Будиевице. — Почему же вы не поехали в Будиевице поездом? — Потому что у меня не было билета. — А почему вам, как солдату, не выдали бесплатный воинский проездной билет? — Потому что при мне не было никаких документов. — Ага, вот оно что. Победоносно обратился вахмистер к одному из жандармов. Парень не так глуп, как прикидывается. Пытается замести следы. Вахмистер начал снова, как бы не расслышав последних слов относительно документов. — Итак, вы вышли из табора. — Куда же вы шли? — В чешские Будиевице. Выражение лица вахмистра стало несколько строже, и взгляд упал на карту. — Можете показать нам на карте, как вы шли в Будиевице? — Я о всех мест не помню. — Помню только, что в Путиме я уже был один раз. Жандармы выразительно переглянулись. Вахмистер продолжал допрос. — Значит, вы были на вокзале в таборе. Что у вас в карманах? Выньте все. После того, как швейка основательно обыскали и ничего, кроме трубки и спичек, не нашли, вахмистер спросил. — Скажите, почему у вас ничего? — Решительно ничего нет. — Потому что мне ничего и не нужно. — Ох ты, Господи, — вздохнул вахмистер, — ну и мука с вами. Так вы сказали, что один раз уже были в Путиме. Что вы здесь сделали тогда? Я шел мимо Путина в Будиевице. — Видите, как вы путаете. Сами говорите, что шли в Будиевице, между тем, как мы вам доказали, что вы идете из Будиевице. — Наверное, я сделал круг. Вахмистер и все жандармы обменялись многозначительными взглядами. — Это кружение наводит на мысль, что вы просто рыщите по нашей округе. Как долго пробыли вы на вокзале в Таборе? — До отхода последнего поезда на Будиевице. — Что вы там делали? — разговаривал с солдатами. Вахмистер снова бросил весьма многозначительный взгляд на окружающих. — А о чем вы с ними разговаривали? — О чем их спрашивали? — Ну так, к примеру. — Спрашивал, какого полка и куда едут. — Отлично. А не спрашивали вы, сколько, например, штыков в полку и как он подразделяется? — Об этом я не спрашивал. Сам давно наизусть знаю. — Значит, вы в совершенстве информированы о внутреннем строении наших войск? — Конечно, господин Вахмистер. Тут Вахмистер пустил в ход последний козырь, с победоносным видом оглядываясь на своих жандармов. — Вы говорите по-русски? — Не говорю. Вахмистер кивнул головой Ефрейтуру, и когда оба вышли в соседнюю комнату, он, возбужденный сознанием своей победы, уверенно провозгласил, потирая руки. — Ну, слышали? Он не говорит по-русски. Парень, видно, прошел огонь и воду и медные трубы. Во всем сознался, но самое важное — отрицает. Завтра же отправим его в окружное, в писок. Криминалистика — это искусство быть хитрым и вместе с тем ласковым. Видали, как я его утопил в потоке вопросов? И кто бы мог подумать, на вид, дурак дураком, с такими-то типами и нужна тонкая работа. Пусть посидит пока что, а я пойду составлю протокол. И с приятной усмешкой на устах жандармский вахмистер до самого вечера строчил протокол, в каждой фразе которого красовалось словечко «подозревается в шпионаже». Чем дальше жандармский вахмистер Фландерка писал протокол, тем яснее становилась для него ситуация. Кончив протокол, написанный на странном канцелярском немецком языке, словами «доношу покорно, что неприятельский офицер сегодня же будет отправлен в окружное жандармское управление в город Писок», он улыбнулся своему произведению и вызвал жандарма-ефрейта. «Вы дали этому неприятельскому офицеру поесть?» «Согласно вашему приказанию, господин вахмистер, питанием мы обеспечиваем только тех, кто был приведен и допрошен до двенадцати часов дня». «Но в данном случае мы имеем дело с редким исключением», — «веско сказал вахмистер, — это старший офицер, вероятно, штабной. Сами понимаете, что русские не пошлют сюда для шпионажа какого-то ефрейтора. Отправьте кого-нибудь в трактир у кота за обедом для него, а если обедов уже нет, пусть что-нибудь сварят. Потом пусть приготовят чай с ромом, и все пошлют сюда. И не говорить, для кого. Вообще никому не заикаться, кого мы задержали. Это военная тайна. А что он теперь делает? Просит табаку, сидит в дежурной. Притворяется совершенно спокойным, словно дома. У вас, — говорит, — очень тепло. А печка у вас не дымит? Мне, — говорит, — здесь у вас очень нравится. Если печка будет дымить, то вы, — говорит, — позовите трубочиста прочистить трубу. Но пусть, — говорит, — он прочистит ее под вечер. Упаси бог, если солнышко стоит над трубой. Тонкая штучка! — в полном восторге воскликнул Вахмистер. Делает вид, будто его это и не касается. А ведь знает, что его расстреляют. Такого человека нужно уважать, хоть он и враг. Ведь человек идет на верную смерть. Не знаю, смог бы кто-нибудь из нас держаться так же. Небось, каждый на его месте дрогнул бы и поддался слабости. А он сидит себе спокойно. У вас тут тепло и печка не дымит. Вот это, господин Ефрейтор, характер. Такой человек должен обладать стальными нервами, быть полным энтузиазма, самоотверженности и твердости. Если бы у нас в Австрии все были такими энтузиастами. Но не будем об этом говорить. И у нас есть энтузиаст. Вы читали в «Национальной политике» о поручике артиллерии Бергере, который влез на высокую ель и устроил там наблюдательный пункт? Наши отступили, и он уже не мог слезть, потому что иначе попал бы в плен. Вот и стал ждать, когда наши опять отгонят неприятеля, и ждал целых две недели, пока не дождался. Целых две недели сидел на дереве, и, чтобы не умереть с голоду, питался ветками и хвоей. Всю верхушку у ели обглодал. Когда пришли наши, он был так слаб, что не мог удержаться на дереве, упал и разбился насмерть. Посмертно награжден золотой медалью за храбрость. И Вахмистер с серьезным видом прибавил. Да, это я понимаю. Вот это, господин Ефрейтор, самопожертвование. Вот это геройство. Ну, заговорились мы тут с вами. Бегите, закажите ему обед. А его самого пока пошлите ко мне. Ефрейтор привел швейка, и Вахмистер поприятельски, кивнув ему на стул, начал с вопроса, есть ли у него родители. Нет. Тем лучше, подумал Вахмистер. По крайней мере, некому будет беднягу оплакивать. Он посмотрел на добродушную швейковскую физиономию, и вдруг под наплывом теплых чувств похлопал его по плечу, наклонился поближе и спросил отеческим тоном. Ну, а как вам нравится у нас в Чехии? — Мне в Чехии всюду нравится, — ответил швейк. — Мне всюду попадались славные люди. Вахмистер кивал головой в знак согласия. Народ у нас хороший, симпатичный. Какая-нибудь там драка или кража в счет не идут. Вот я здесь уже пятнадцать лет, и по моему расчету тут приходится, ну, по три четверти убийства на год. — Что же, не совсем убивают? Не приканчивают? — спросил швейк. — Да нет, не то. За пятнадцать лет мы расследовали всего одиннадцать убийств. Пять с целью грабежа, а остальные шесть просто так. Ерунда. Вахмистер помолчал, а затем опять перешел к своей системе допроса. — А что вы намерены были делать в Будиевицах? — Приступить к исполнению своих обязанностей в девяносто первом полку. Вахмистер отослал швейка назад в дежурную, а сам, чтобы не забыть, приписал к своему рапорту в Писицкое окружное жандармское управление, владеет чешским языком в совершенстве, намеревался в Будиевицах проникнуть в девяносто первый пехотный полк. Он радостно потер руки. Вахмистер был доволен этим богатым материалом и вообще результатами, какие давал его метод ведения следствия. Он вспомнил своего предшественника, Вахмистра Бюргера, который даже не разговаривал с задержанным, ни о чем его не спрашивал, а немедленно отправлял в окружной суд с кратким рапортом, согласно донесению жандармского унтер-офицера, такой-то арестован за бродяжничество и нищенство. И это называется допрос? Вахмистер самодовольно улыбнулся, глядя на исписанные страницы своего рапорта, вынул из письменного стола секретный циркуляр главного пражского жандармского управления с обычной надписью «Совершенно секретно» и перечел его еще раз. Строжайше предписывается всем жандармским отделениям с особой бдительностью следить за проходящими через их районы лицами. Перегруппировка наших войск в Восточной Галиции дала возможность некоторым русским воинским частям, перевалив через Карпаты, занять позиции в австрийских землях, следствием чего было изменение линии фронта, передвинувшегося далеко на запад от государственной границы. Эта новая ситуация позволила русским разведчикам проникнуть глубоко в тыл страны, особенно в Силезию и Моравию, откуда, согласно секретным данным, большое количество русских разведчиков проникло в Чехию. Установлено, что среди них есть много русских чехов, воспитанников Русской Академии Генерального Штаба, которые в совершенстве, владея чешским языком, являются наиболее опасными разведчиками, ибо могут и, несомненно, будут вести изменническую пропаганду и среди чешского населения. Ввиду этого, главное жандармское управление предписывает задерживать всех подозрительных лиц и повысить бдительность, особенно в тех местах, где поблизости находятся гарнизоны, военные пункты и железнодорожные станции, через которые проходят воинские поезда. Задержанных подвергать немедленному обыску и отправлять по инстанции. Жандармский вахмистер Фландерка опять самодовольно улыбнулся и уложил секретный циркуляр в папку с надписью «Секретные распоряжения». Таких распоряжений было много. Их составляло Министерство внутренних дел, совместно с Министерством обороны, в ведении которого находилась жандармерия. В главном жандармском управлении в Праге их не успевали размножать и рассылать. В папке были «Приказ о наблюдении за настроениями местных жителей», «Наставление о том, как из разговора с местными жителями установить, какое влияние на образ мыслей оказывают вести с театра военных действий», «Анкета, как относится местное население к военным займам и сборам пожертвований», «Анкета о настроениях среди призванных и имеющих быть призванными», «Анкета о настроениях среди членов местного самоуправления и интеллигенции», «Распоряжение» «Безотлагательно установить, к каким политическим партиям примыкает местное население, насколько сильны отдельные политические партии», «Приказ о наблюдении за деятельностью лидеров местных политических партий и определение степени лояльности некоторых политических партий, к которым примыкает местное население», «Анкета, какие газеты, журналы и брошюры получаются в районе данного жандармского отделения», «Инструкция, как установить, с кем поддерживают связь лица, подозреваемые в нелояльности, и в чем их нелояльность проявляется», «Инструкция, как вербовать из местного населения платных доносчиков и осведомителей», «Инструкция для платных осведомителей из местного населения, зачисленных на службу при жандармском отделении», «Каждый день приносил новые инструкции, наставления, анкеты и распоряжения. Утопая в массе этих изобретений, австрийского министерства внутренних дел вахмистер Фландерка имел огромное количество хвостов и на анкеты посылал стереотипные ответы. У него все в порядке, и лояльность местного населения отвечает степени «Первая римская А». Для оценки лояльности населения по отношению к монархии, австрийское министерство внутренних дел изобрело следующую лестницу категорий. Римская первая А, первая Б, первая С. Римская вторая А, вторая Б, вторая С. Римская третья А, третья Б, третья С. Римская четвертая А, четвертая Б, четвертая С. Римская четверка в соединении с А обозначала государственного изменника и петлю. В соединении с Б – концентрационный лагерь. А с С – необходимость выследить и посадить. В письменном столе жандармского вахмистра находились всевозможные печатные распоряжения и реестры. Власти желали знать, что думает о своем правительстве каждый гражданин. Вахмистр Фландерка не раз приходил в отчаяние от этой писанины, неумолимо пребывавшей с каждой почтой. Как только завидит, бывало, знакомый пакет со штемпелем «Свободно от оплаты служебная», у него начинается сердцебиение. Ночью, после долгих размышлений, он приходил к убеждению, что ему не дождаться конца войны, что краевое жандармское управление отнимет у него последние крохи разума, и ему не придется порадоваться победе австрийского оружия, ибо к тому времени в его голове не будет хватать многих винтиков. А окружное жандармское управление ежедневно бомбардировало его запросами, почему до сих пор не отвечено на анкету за номером 72-345, деленное на 721 АФ, умноженное на Д. Как выполняется инструкция за номером 889-92, деленное на 822, умноженное на З, каковы практические результаты на ставление за номером 123-456, деленное на 1292 БР, умноженное на В, и так далее. Больше всего хлопот доставил им инструкции о том, как вербовать среди местного населения платных доносчиков и осведомителей. Придя к заключению, что невозможно завербовать кого-нибудь оттуда, где начинается блата, потому что там весь народ меднолобый, он, наконец, решил взять к себе на службу деревенского подпаска по прозванию «Пепка, прыгни». Это был кретин, который всегда подпрыгивал, услыхав свою кличку. Несчастное, обиженное природой и людьми существо, калека за несколько золотых в год и за жалкие харчи, пасший деревенское стадо. Вахмистер велел его призвать и сказал ему «Знаешь, Пепка, кто такой? Старик Прогулкин!» Старик Прогулкин. Чехи дали императору Францу Иосифу прозвище, что в переводе на русский язык значит «прогулка», «прохаска». Не мычи. Запомни. Так называют государя-императора. — Знаешь, кто такой государь-император? — Это государь-император. Молодец, Пепка. Так запомни. Если услышишь, когда ходишь по избам обедать, кто-нибудь скажет, что государь-император скотина или что-нибудь в этом роде, то моментально приди ко мне и сообщи. За это получишь от меня двадцать геллеров. А если услышишь, как кто-нибудь скажет, будто мы проиграем войну, опять приходи ко мне, понимаешь? Скажешь, кто это говорил, и снова получишь двадцать геллеров. Но если я узнаю, что ты что-нибудь скрыл, плохо тебе придется. Заберу и отправлю вписок. А теперь ну-ка прыгни. Пепка подпрыгнул. А вахмистр дал ему сорок геллеров и, довольный собой, написал рапорт в окружное жандармское управление, что завербовал осведомителя. На следующий день к вахмистру пришел священник и сообщил ему по секрету, что утром он встретил за деревней сельского пастуха Пепку прыгни, и тот ему сказал, — Батюска, в чела пан Вахмистл говорил, что Гацудаль импелатал скотина, а войну мы плыглаем. Мэ-гоп! После дальнейшего разговора со священником Вахмистр велел арестовать сельского пастуха. Позднее Градчинский суд приговорил его к двенадцати годам за государственную измену. Он был обвинен в опасных и предательских злодеяниях, в подстрекательстве, оскорблении его величества и целом ряде других преступлений и проступков. Пепка, прыгни! На суде держал себя как на пастбище или среди мужиков. На все вопросы блеял козой, а после вынесения приговора крикнул — Мэ-гоп! — и прыгнул. За это он был наказан в дисциплинарном порядке — жесткая постель, одиночка и три дня в неделю на хлеб и воду. С тех пор у Вахмистра не было осведомителя, и ему пришлось ограничиться тем, что он сам выдумал себе осведомителя, сообщил по инстанции вымышленное имя и таким образом повысил свой ежемесячный заработок на пятьдесят крон, который он пропивал в трактире у кота. После десятой кружки его начинали мучить угрызения совести, пиво казалось горьким, и он слышал от крестьян всегда одну и ту же фразу — что-то нынче наш Вахмистр невеселый, словно не в своей тарелке. Тогда он уходил домой, а после его ухода кто-нибудь всегда говорил — видать, наши в Сербии опять обделались. Вахмистр сегодня больно молчаливый. А Вахмистр дома заполнял одну из бесчисленных анкет. Настроение среди населения — римская единица А. Часто в ожидании ревизии и расследований Вахмистр проводил долгие бессонные ночи. Ему чудилась петля. Вот подводят его к виселице, и в последний момент сам министр обороны кричит ему снизу, стоя у помоста — «Вахмистр, а где ответ на циркуляр за номером 1 789 678, деленное на 23 792, умноженное на x, y, z?» Но теперь ему казалось, будто из всех углов жандармского отделения к нему несется старое охотничье пожелание ни пуха ни пера, и жандармский Вахмистр Фландерка не сомневался в том, что начальник окружного жандармского управления похлопает его по плечу и скажет — «Поздравляю вас, господин Вахмистр!» Жандармский Вахмистр рисовал в своем воображении картины одну пленительней другой. В извилиных его чиновничьего мозга вырастали и проносились отличия, повышения и долгожданная оценка его криминалистических способностей, открывающая широкую карьеру. Вахмистр позвал Ефрейтора и спросил его — «Обед раздобыли?» — «Принесли ему копченые свинины с капустой и к недликам. Супа уже не было. Выпил стакан чаю и хочет еще дать!» — великодушно разрешил Вахмистр. «Когда напьется чаю, приведите его ко мне». Через полчаса Ефрейтор привел швейка сытого и, как всегда, довольного. «Ну как? Понравился вам обед?» — спросил Вахмистр. «Обед сносный, господин Вахмистр. Только вот капусты не мешало бы побольше. Да что делать, я знаю, на меня ведь не рассчитывали. Свинина хорошая, должно быть домашнего копчения от домашней свиньи. И чай с ромом неплохой». Вахмистр посмотрел на швейка и начал. «Правда ли, что в России пьют много чаю? А ром там тоже есть?» «Ром во всем мире есть, господин Вахмистр». «Начинает выкручиваться», — подумал Вахмистр. «Раньше нужно было думать, что говоришь». И, интимно наклоняясь к швейку, спросил. «А девочки хорошенькие в России?» «Хорошенькие девочки во всем мире имеются, господин Вахмистр». «Ишь ты какой!» — снова подумал Вахмистр. «Небось, решил вывернуться и выпалил, как из сорока двухсантиметровки. Что вы намеревались сделать в девяносто первом полку?» «Идти с полком на фронт!» Вахмистр с удовлетворением посмотрел на швейка и подумал, правильно. Самый лучший способ попасть в Россию. Задумано великолепно. С восхищением сказал он, наблюдая, какое впечатление произведут его слова на швейка, но не прочел в его глазах ничего, кроме полнейшего спокойствия. И глазом не моргнет, — ужаснулся в глубине души Вахмистр. Ну и выдержка у них. Будь я на его месте, у меня бы после этих слов ноги ходуном заходили. «Утром мы отведем вас в писок», — проронил он как бы невзначай. «Вы были когда-нибудь в писоке?» «В 1910 году на императорских маневрах». На лице Вахмистра заиграла приятная, торжествующая улыбка. Он чувствовал, что в умении допрашивать превзошел самого себя. «Вы оставались там до конца маневров?» «Ясное дело, господин Вахмистр, я был там в пехоте!» Швейк продолжал смотреть на Вахмистра, который вертелся на стуле от радости и не мог больше сдерживаться, чтобы не вписать все в рапорт. Он вызвал ефрейтора и приказал отвезти Швейка, сам приписал в своем рапорте. План его был таков, проникнув в ряды 91-го пехотного полка, просить немедленно отправить его на фронт. Там он при первой возможности перебежал бы в Россию, ибо видел, что возвращение туда иным путем благодаря бдительности наших органов невозможно. Вполне вероятно, что он мог бы с успехом провести в жизнь свои намерения, так как, согласно его показаниям, полученным путем продолжительного перекрестного допроса, он еще в 1910 году участвовал в качестве рядового в императорских маневрах в окрестностях Писока, из чего видно, что у него большой опыт в этой области. Позволяю себе подчеркнуть, что собранный мною обвинительный материал является результатом моей системы перекрестного допроса. В дверях появился ефрейтор. — Господин Вахмистр, он просится в нужник. — Примкнуть штык? — скомандовал Вахмистр. — Или нет? Приведите его сюда. — Вам нужно в уборную? — любезно спросил швейка Вахмистр. — Уж не кроется ли в этом что-нибудь большее? — Совершенно верно. Мне нужно по-большому, господин Вахмистр, — ответил швейк. — Смотрите, чтобы не случилось чего другого, — многозначительно сказал Вахмистр, пристегивая кобуру с револьвером. — Я пойду с вами. — У меня хороший револьвер, — сообщил он швейку по дороге. — Семизарядный. Абсолютно точно бьет в цель. Однако раньше, чем выйти во двор, Вахмистр позвал ефрейтора и тихо сказал ему. — Примкните штык, и когда он войдет внутрь, станьте позади уборной, как бы он не сделал подкопа через выгребную яму. Уборная представляла собой обыкновенную маленькую деревянную будку, которая уныло торчала посреди двора неподалеку от навозной кучи. Это был старый ветеран. Там отправляли естественные потребности многие поколения. Теперь тут сидел швейк и придерживал одной рукой веревочку от двери, между тем как через заднее окошечко ефрейтор смотрел ему в задницу, следя, как бы он не сделал подкопа. Ястребиные очи жандармского Вахмистра впились в дверь. Вахмистр обдумывал, в какую ногу ему стрелять, если швейк предпримет попытку к бегству. Но дверь тихонько отворилась, и из уборной вышел удовлетворенный швейк. Он осведомился у Вахмистра. — Не слишком ли долго я там пробыл? Не задержал ли я вас? — О, нисколько, нисколько, — ответил Вахмистр и подумал, как они все-таки деликатны, вежливы. Знает ведь, что его ждет, но остается любезным. Надо отдать справедливость, вежлив до последней минуты. Кто из наших мог бы так себя держать? Вахмистр остался в караульном помещении и сел рядом со швейком на пустой постели жандарма Рампы, который стоял в наряде и должен был до утра обходить окрестные села. В настоящее время он уже сидел в противине в трактире у вороного коня и играл с сапожником в марияж, в перерывах доказывая, что Австрия должна победить. Вахмистр закурил, дал и швейку набить трубку, и фрейтор подкинул дров в печку, и жандармское отделение превратилось в самый уютный уголок на земном шаре, в теплое гнездышко. Спустились зимние сумерки, наступила ночь, время дружеских задушевных бесед. Все молчали. Вахмистр долго что-то обдумывал и, наконец, обратился к помощнику. — По-моему, вешать шпионов неправильно. Человек, который жертвует собой во имя долга за свою, так сказать, родину, заслуживает почетной смерти от пули. — Как, по-вашему, господин ефрейтор? — Да, конечно, лучше расстрелять его, а не вешать, согласился ефрейтор. Вы послали бы, скажем, нас, и сказали бы, вы должны выяснить, сколько у русских пулеметов в их пулеметном отделении. Ну что же, мы переоделись бы и пошли. — И за это меня вешать как бандита? Ефрейтор так разошелся, что встал и провозгласил. — Я требую, чтобы меня расстреляли и похоронили с воинскими почестями. — А вот тут-то языковыка, — сказал Швейк. — Если парень не дурак, попробуй-ка уличи его. Никогда ничего не докажут. — Нет, докажут, — загорячился Вахмистр, — ведь они тоже не дураки, у них есть своя особая система. Вы сами в этом убедитесь. — Убедитесь, — повторил он уже более спокойно, сопровождая свои слова приветливой улыбкой. — Сколько ни вертись, у нас никакие увертки не помогут. — Верно я говорю, господин ефрейтор. Ефрейтор кивнул головой в знак согласия и сказал, что есть некоторые, у которых дело уже давным-давно проиграно, и они могут прикидываться вполне спокойными, сколько им влезет, но это им не поможет. Чем спокойнее человек выглядит, тем больше это его выдает. — У вас моя школа, ефрейтор, — с гордостью провозгласил Вахмистр. — Спокойствие — мыльный пузырь, но деланное спокойствие — это состав преступления. И, прервав изложение своей теории, он обратился к ефрейтору. — Что бы такое придумать на ужин? — А в трактир вы нынче не пойдете, господин Вахмистр? Тут перед Вахмистром встала во весь рост новая сложная проблема, требующая немедленного разрешения. Что, если арестованный, воспользовавшись его ночным отсутствием, сбежит? Ефрейтор, правда, человек надежный и осторожный, но однажды у него сбежали двое бродяг. Фактически дело обстояло так. Ефрейтору не хотелось тащиться с ними до писыка по морозу, и он отпустил их в поле около ражиц, для проформы выпалив разок в воздух из винтовки. — Пошлем нашу бабку за ужином, а пиво она нам будет таскать в жбане. Разрешил, наконец, Вахмистр эту сложную проблему. — Пусть бабка побегает, разомнет кости. И бабка Пейзлерка, которая им прислуживала, действительно порядочно набегалась за этот вечер. После ужина сообщение на линии жандармской отделения трактир у кота не прерывалось. Бесчисленные следы больших тяжелых сапог бабки свидетельствовали о том, что Вахмистр решил в полной мере вознаградить себя за отсутствие в трактире у кота. Когда же в несчетный раз бабка Пейзлерка появилась в трактире и передала, что господин Вахмистр кланяется и просит прислать ему бутылку к Антушевке, терпение любопытного трактирщика лопнуло. — Кто там у них? — Да, подозрительный какой-то, — ответила на его вопрос бабка. — Я сейчас оттуда. Сидят с ним оба в обнимку, а господин Вахмистр гладит его по голове и приговаривает. — Золото ты мое, головушка ты моя славянская, шпиончик ты мой ненаглядный. Глубокой ночью жандармское отделение являло собой такую картину. Ефрейтор спал громко храпя. Он растянулся поперек постели, как был в полной форме. Напротив сидел Вахмистр с остатками Кантушевки на дне бутылки и обнимал швейка за шею. Слезы текли по его загорелому лицу, усы слиплись от Кантушевки. Кантушевка — польская крепкая сладкая водка. Он бормотал. — Ну, признайся, в России такой хорошей Кантушевки не найти. — Ну, скажи, чтобы я мог спокойно заснуть. — Ну, признайся, будь мужчиной. — Не найти. Вахмистр навалился на швейка. — Утешил ты меня, признался. Так-то вот нужно признаваться на допросе. Уж если виновен, зачем отрицать? Он поднялся и, качаясь из стороны в сторону, с пустой бутылкой в руке направился в свою комнату бармача. — Если бы я сразу не попал на правильный путь, могло бы совсем другое получиться. Прежде чем свалиться в мундире на постель, он вытащил из письменного стола свой рапорт и попытался дополнить его следующим материалом. — Должен присовокупить, что русская Кантушевка на основании параграфа номер пятьдесят шесть. Он сделал кляксу, слезнул ее языком и, глупо улыбаясь, свалился на постель и заснул мертвым сном. К утру жандармский ефрейтор, спавший на кровати у противоположной стены, поднял такой храп с присвистом, что швейк проснулся. Он встал, хорошенько потряс ефрейтора и улегся опять. Пропели петухи, а когда взошло солнце, бабка-пейзлерка, выспавшись после ночной беготни, пришла растопить печку. Двери она нашла открытыми, все спали глубоким сном. Керосиновая лампа в караульном помещении еще коптила, бабка подняла тревогу и стащила ефрейтора и швейка с кроватей. Ефрейтору она сказала, — Хоть бы постыдились спать одетыми, нечто вы скотина! А швейку сделала замечание, чтобы он застегивал штаны, когда перед ним женщина. Наконец она заставила заспанного ефрейтора пойти разбудить вахмистра и сказать ему, что не дело дрыхнуть так долго. — Ну и в компанию вы попали, — ворчала бабка, обращаясь к швейку, пока ефрейтор будил вахмистра. — Пропойцы, один хуже другого. — Самих себя готовы пропить. — Мне уже третий год должны за услуги, а стоит только заикнуться, вахмистр грозит. Молчите, бабушка, а не то велю вас посадить. Нам доподлинно известно, что ваш сын браконьер и господские дрова ворует. — Вот и маюсь с ними уже четвертый год. Бабка глубоко вздохнула и продолжала ворчать. — Вахмистра, берегитесь пуще всего. Лиса и гадина, каких мало, так и ищет, кого бы сцапать и посадить. Вахмистра еле разбудили. Ефрейтору стоило немалого труда убедить его, что уже утро. Наконец он продрал глаза, стал их тереть кулаком и с трудом начал воскрешать в памяти вчерашний вечер. Вдруг ему пришла на ум ужасная мысль, и он испуганно спросил мутным взглядом, смотря на Ефрейтора. — Сбежал? — Боже, сохрани, парень честный. Ефрейтор зашагал по комнате, выглянул в окно, вернулся, оторвал кусок от лежавшей на столе газеты и скатал из него шарик. Было видно, что он хочет что-то сказать. Вахмистр неуверенно взглянул на него, и, наконец, точно желая уяснить, что тот о нем думает, сказал. — Ладно уж, я вам помогу, господин Ефрейтор. Вчера, небось, я опять здорово набуянил. Ефрейтор укоризненно посмотрел на своего начальника. — Если бы вы только знали, господин Вахмистр, что за речи вы вчера вели, чего-чего вы только ему не наговорили. И, наклонясь к самому уху Вахмистра, зашептал, что все мы, чехи и русские, одной славянской крови, что Николай Николаевич на будущей неделе будет в Пршерове, что Австрии не удержаться, и советовали ему при дальнейшем расследовании все отрицать и плести с пятого на десятое, чтобы он тянул до тех пор, пока его не выручат казаки. Николай Николаевич, великий князь, бывший в начале Первой империалистической войны верховным главнокомандующим русских войск. — Еще вы сказали, что очень скоро все лопнет, повторятся гусицкие войны, крестьяне пойдут с цепами на вену, из государя-императора песок сыплется, и он скоро ноги протянет, а император Вильгельм — зверь. — Потом вы ему обещали посылать в тюрьму деньги, чтобы подкормиться, и много еще такого. Ефрейтор отошел от Вахмистра. — Я все это отлично помню, — прибавил он, — потому что с первоначалу я клюкнул совсем немного, а потом уж верно нализался, и дальше не помню ничего. Вахмистр поглядел на Ефрейтора. — А я помню, — сказал он, — как вы говорили, что мы против русских сопляки, и даже при бабке орали, да здравствует Россия. Ефрейтор нервно зашагал по комнате. — Вы орали все это словно бык, — сказал Вахмистр, — а потом повалились поперек кровати и захрапели. Ефрейтор остановился у окна и, барабаня, пальцем по стеклу заявил. — Да и вы тоже, господин Вахмистр, при бабке язык за зубами не держали. Вы ей, помню, сказали, — бабушка, зарубите себе на носу. Любой император или король заботится только о своем кармане, потому и война идет. То же самое и это развалина старик Прогулкин, которого нельзя выпустить из сортира, без того чтобы он не загадил весь Шенбрун. Шенбрун — дворец в юго-западной части Вены с большим знаменитым парком, резиденция австрийских императоров. — Я это говорил? — Да, господин Вахмистр, — именно это вы говорили перед тем, как идти на двор блевать, а еще кричали, — бабушка, суньте мне палец в глотку. — А вы тоже прекрасно выразились, — прервал его Вахмистр. — Где вы только подцепили эту глупость, что Николай Николаевич будет чешским королем? — Этого я что-то не помню, — нерешительно отозвался Ефрейтор. — Еще бы вы помнили! Пьян был в стельку и глаза, словно у поросенка. А когда вам понадобилось на двор, вы вместо того, чтобы выйти в дверь, полезли на печку. Оба замолкли, пока, наконец, продолжительное молчание не нарушил Вахмистр. — Я всегда вам говорил, что алкоголь — погибель, пить не умеете, а пьете. Что, если бы он у нас сбежал? Чем бы мы с вами оправдались? — Ах ты, Господи, как башка трещит! — Говорю вам, господин Ефрейтор, — продолжал Вахмистр, — именно потому, что он не сбежал мне совершенно ясно, что это за тонкая и опасная штучка. Когда его там станут допрашивать, он заявит, что двери у нас были не заперты всю ночь, что мы были пьяны, и он мог бы тысячу раз убежать, если б чувствовал себя виновным. Счастье еще, что такому человеку не поверят, и если мы под присягой скажем, что это выдумка и наглая ложь, то ему сам Бог не поможет, а еще пришьют лишний параграф, и все. В его положении лишний параграф никакой роли не играет. — Ох, хоть бы голова так не болела! Наступила тишина. Через минуту Вахмистр приказал позвать бабку. — Послушайте, бабушка, — сказал Вахмистр Пейзлерке, строго глядя ей в лицо. — Раздобудьте-ка где-нибудь распятие на подставке и принесите сюда. И на вопросительный взгляд бабки крикнул. — Живо! — Чтобы через минуту было здесь. Затем Вахмистр вынул из стола две свечки со следами сургуча, оставшимися после запечатывания официальных бумаг, и когда бабка приковыляла с распятием, поставил крест на край стола между двумя свечками, зажег их и торжественно произнес. — Сядьте, бабушка! Бабка Пейзлерка, остолбенев от удивления, опустилась на диван и испуганно посмотрела на Вахмистра свечи и распятие. Бабку охватил страх, и было видно, как дрожат у нее ноги и сложенные на коленях руки. Вахмистр прошелся раза два мимо нее, потом остановился и торжественно изрек. — Вчера вечером вы были свидетельницей великого события, бабушка. Возможно, что ваш глупый ум этого не понимает. Солдат тот, разведчик, шпион, бабушка. — Иисус Мария! — воскликнула Пейзлерка. — Пресвятая Богородица! — Мария Скочицкая! Мария Скочицкая, икона Богоматери, почитавшаяся чешскими католиками. — Тихо! — Так вот, для того, чтобы выведать от него кое-какие вещи, пришлось вести всяческие, быть может, странные разговоры, которые вы вчера слышали. Небось, слышали вы, какие странные разговоры мы вели? — Слышала! — дрожащим голосом пролепетала бабка. — Эти речи, бабушка, мы вели только к тому, чтобы он нам доверился и признался, и нам это удалось. Мы вытянули из него все, сцапали голубчика! Вахмистер прервал свою речь, чтобы поправить фитили на свечках, и продолжал торжественным тоном, строго глядя на бабку Пейзлерку. — Вы, бабушка, присутствовали при сём, таким образом посвящены в эту тайну. — Это тайна государственная. Вы о ней и заикнуться никому не смеете. Даже на смертном одре не должны об этом говорить, иначе вас нельзя будет на кладбище похоронить. Иисус Мария Иосиф заголосила Пейзлерка, занесла меня сюда нелёгкая. Не реветь! Встаньте! Подойдите к святому распятию, сложите два пальца и поднимите руку. Будете сейчас присягать мне. Повторяйте за мной. Бабка Пейзлерка заковыляла к столу, причитая. Пресвятая Богородица Мария Скотческая, и зачем только я этот порог переступила? С креста глядело на неё измученное лицо Христа, свечки коптили, а бабке всё это казалось страшным и неземным. Она совсем растерялась, коленки у неё дрожали, руки тряслись. Она подняла руку со сложенными пальцами, и жандармский вахмистер торжественно, с выражением, произнёс слова присяги, которые бабка повторяла за ним. «Клянусь Богу всемогущему и вам, господин вахмистер, что ничего о том, что здесь видела и слышала, никому до смерти своей не скажу ни слова, даже если меня будут спрашивать. Да поможет мне в этом Господь Бог!» «Теперь поцелуйте крест!» — приказал вахмистер после того, как бабка-пейзлерка, громко всхлипывая, повторила присягу и набожно перекрестилась. «Так, а теперь отнесите распятие туда, где его взяли, и скажите там, что оно понадобилось мне для допроса». Ошеломлённая пейзлерка на цыпочках вышла с распятием из комнаты, и через окно видно было, как она шла по дороге, поминутно оглядываясь на жандармское отделение, будто желая убедиться, что это был не сон, и она действительно только что пережила одну из самых страшных минут в своей жизни.